Дизайнеры уже давно относятся к застежке молнии как к декоративному элементу. И некоторым из них в новом сезоне удалось привлечь внимание к моделям не только оригинальным фасоном, но и акцентной фурнитурой. Давайте в этом разбираться. В 1851 году Элиасом Хоуи были предприняты первые попытки сконструировать застежку. Но ничего толкового не вышло. Спустя два десятка лет за дело взялся Уиткомп Джаксон. И тут желаемый результат не был достигнут. Лишь в 1905 году, пройдя долгий путь, третьему создателю Гидеону Сундбеку удалось. Сегодня молния несет как функциональное, так и декоративное назначение. Дизайнеры используют ее в самых неожиданных местах. На рукавах, сбоку, их может быть две, три, четыре. И все это декоративные элементы, которые не несут функциональные нагрузки, но выгодно смотрятся на однотонных вещах. Дизайнеры подчеркнули модные сегодня разрезы молниями. Они позволяют изменить длину, а следовательно и весь образ. Как всегда, застежки можно увидеть в коллекциях, представленных мировыми подиумами. Первый образ у нас по-осеннему получился мягким, женственным и романтичным. В качестве главного элемента здесь выступает свитер пола с молнией, который мы стилизовали с юбкой Гаде и бежевыми ботинками Челси на плоском ходу. А для дополнения и завершения образа я выбрала маленькую кроссбоди и пыльно-розовый берет. Во втором образе я использовала актуальные тренды этого сезона. Во-первых, это черно-белая гамма. Во-вторых, это юбка мини. Ну а в качестве акцентного аксессуара я выбрала галстук. И в целом образ получился смелым, с ноткой дерзости. Пройдя долгий путь, застежка стала неотъемлемым элементом в одежде. Она создает определенный комфорт во многих стилях. Тренды диктуют активный образ жизни, а следовательно варианты спортивного делового сафари, кэжуал и оверсайз образа. Отдавайте предпочтение только качественным материалам, и тогда вещь будет сохранять свое аккуратное состояние и прослужит вам долгое время. Не считайте молнии. В этом сезоне чем больше, тем лучше.